Всем привет! И с вами снова я, Оксана Пикмулова, и это пятый урок подтягиваний. В одном из прошлых уроков я вам обещала показать, как сделать тейпы самостоятельно. Итак, что нам понадобится для этого? Нам понадобятся ножницы и пластырь. Пластырь желательно взять в ширину 5 сантиметров и обязательно на тканевой основе. Итак, отматываем себе первый кусочек. Длина первого кусочка у нас будет расстояние от конца пальцев. До, до локтя. Ладони две, поэтому отрезаем два таких кусочка. Итак, у нас есть два одинаковых кусочка. Это два будущих тейпа. Берем один из них и складываем напополам. Клеящей стороной вовнутрь. То есть, склеивая их. Разглаживаем. Сворачиваем их вот таким способом. Оставляем петельку для пальца. И обклеиваем с двух сторон. Оставляя расстояние для того, чтобы прошел палец. С одной стороны. И с другой стороны. Если вы сделали тейп недостаточно длинный, таким образом можно его и удлинить. Что мы сейчас и сделаем. У нас получился с вами вот такой тейп. Надевается на средний палец. И закрывает всю рабочую часть ладошки. Снизу можно закрепить тем же пластырем. То есть, обкручиваете вокруг кисти. И он будет с вами держаться на протяжении всех подтягиваний. Итак, наши комментарии. Наш постоянный зритель, Олег У. Сделайте, пожалуйста, отдельное видео урок по стилям подтягивания. Олег У. Обязательно. В дальнейшем у нас будут уроки по всем стилям подтягивания. Диана Филиппова. Спасибо большое. Все очень круто. Тренируюсь по этим урокам. И уже вижу прогресс. Жду не дождусь следующего урока. Диана. Мы очень рады твоим успехам. Продолжай работать. Специально для тебя и для всех вас. Пятый урок. Начинаем сегодня с двух подтягиваний. Оставляем также отдых полторы минуты. Сегодня у нас идет увеличение. Следом идет три подтягивания. Отдых полторы минуты. Потом снова три подтягивания. Отдых полторы минуты. И завершаем все двумя подтягиваниями. На этом все. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. С вами была Оксана Пикмулова. Всем пока.